Вступительная часть оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан, которое случилось у нас вчера, состояло в основном из рассказов Радия Фаритовича о том, как он провел прошлую неделю и минувшие выходные. Описывая свои развлечения, Радий Фаритович не забыл восторгнуться и своими архитектурными достижениями. Он же нам обещал, что не остановится на площади Советской и на вот этом монументе Шеймуратову. В общем, в этот раз Хабиров восторгался тем, как ловко ему удалось построить Стеллу в честь трудовой доблести города Уфы. Всадив очередные 100 миллионов рублей в землю, собственно, 100 миллионов бюджетные, Радий Фаритович остался очень доволен. Рассказывал, как здорово у него получилась вот эта странная Стелла. Стелла, кстати говоря, все еще недостроенная, но зато почему-то Хабиров уверен, что она уже мгновенно превратилась в туристический объект. А в выходные, дорогой Радий Фаритович, лакомился метком. А именно прокатился он до бортьевой пасеки, вскрыл там борть, ну, не без помощи ассистентов, но ему все это удалось. Очень ему понравилось вот это вот пчеловодство, очень мирно, очень так, значит, как-то по-домашнему получилось. Хабиров потребовал от своих подчиненных немедленно предоставить ему программу развития пчеловодческого туризма, не в смысле того, что пчелы будут заниматься туризмом, а в смысле того, что правительство будет способствовать тем пчеловодам, которые будут привлекать на свои пасеки туристов. Ну, собственно, вообще мысль верная и годная. Не забыть бы еще о кумысном туризме и о туризме в юртах. Ну, то есть, с чем 30 лет боролись, с тем, как говорится, и остались, да. Курай, кумыс, юрты, пчелы. Вот неизменный набор, идентифицирующий Башкортостан в последние 30 с лишним лет. Никуда, никак мы не можем от этого уйти. Послушали немножко и про Чаковскую, о том, что волнует жители республики Башкортостан в минувшую неделю. Список проблем, которые, по мнению Елены Анатольевны, беспокоят жители республики, собственно, практически неизменен. На первом месте, как всегда, дороги, потом ЖКХ, благоустройство, медицина, на пятом месте мобилизация, социальное обслуживание на шестом месте, строительство на седьмом, образование на восьмом, на девятом общественный транспорт и на десятом мусор и проблемы твердокоммунальных отходов. Прочаковская отметила, что количество обращений после прямой линии резко уменьшилось. Ну, наверное, это закономерно. Жители, в общем-то, трезво смотрят на всю эту картину, как было сказано в том фильме, взгляни вокруг и трезво ужаснись. В том плане, что, понимая, что задавать вопросы Прочаковской, да и, собственно, самому главе почти бесполезно, количество этих вопросов снижается. Елена Анатольевна отдельно посетовала на то, что у нее нет базы данных и сведений по раненым на специальной военной операции и месту их нахождения, а жители, видите ли, назойливо интересуются, где же их раненые родственники, и вообще живы ли они и так далее. Но тут Хабиров резко отшил Прочаковскую от этой темы, равно как он в прошлый раз отшил Зульфию Гайсину от попыток поучаствовать в этих, значит, судьбах мобилизованных, так же и Хабиров здесь Прочаковскую, значит, обрубил. Значит, этим занимается Миноборона, Минздрав. Никакой базы быть не может и не должно быть. Есть база Единая Миноборона, Минздрава. Туда не лезьте, пожалуйста, ладно? Все, что касается раненых, убитых, пропавших без вести на специальной военной операции, не очень касается нас всех и Елены Анатольевны Прочаковскую в частности. Хабиров вообще не хочет говорить и как-то приближаться к теме жертв и всевозможных потерь на специальной военной операции. Для него это все должно оставаться неким праздником, пафосным явлением. Спасибо, ура, и чепчики воздух. А вот погибшие и раненые, это уже, как говорится, без нас. Следуя привычному руслу оперативного совещания, поговорили о ЖКХ, дорогах и чрезвычайных ситуациях. Исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Ирина Александровна Головановна рассказала нам о том, что у нее за минувшую неделю было три кубка, крупные аварии более 8 часов и 25 аварий поменьше. Кстати говоря, количество отключений, холодной, горячей воды, отопления и по Уфе, и по республике пугающим образом растет. Также Ирина Александровна рассказала нам, что у нее на данный момент трудится 2687 дворников. Несложный подсчет говорит нам о том, что всего лишь за неделю Ирина Александровна потеряла 232 дворника. А прошлой неделе у нее их было 2919. Такими темпами я посчитал, к февралю дворников в республике Башкортостан не останется совсем. Причина сокращения популяции дворников по республике совершенно непонятна. То ли действительно не платят, то ли они разбегаются, то ли еще есть какие-то другие причины, о которых мы не знаем. Но факт остается фактом, количество дворников резко и пугающе снижается. Временно находящийся на свободе и с чистой совестью Александр Владимирович Булышев рассказал нам о ситуации с ДТП, привычным образом запутав картину и ошибившись во всех цифрах. Он утверждает, что за минувшую неделю у него случилось 72 ДТП, в нем пострадало 84 человека и 21 человек за неделю погиб. Это очень много. Суммарно за 2022 год, по мнению Булышева, погибло 363 человека. При этом неделю назад он рассказывал, что погибших 338. Ну, давайте так, 338 плюс 21, получается 359. У Булышева 363. Вот так он произнес. То есть, либо он не умеет складывать, либо у него погибло не 21 за неделю, а 25. Это никак не беспокоит господина Булышева и слушающего его к стыду своему Хабирову. Хабирову все нравится, ему не важно, чтобы цифры были правильными, точными и достоверными. Ему нужно, чтобы воздух колебался и звучали какие-то слова. Тогда ему будет спокойно и тихо. Также Булышев огласил статистику задержанных пьяных водителей, только задержанных за этот год уже 11 346 человек. И, очевидным образом, рекорд 2021 года будет побит в 2022 году. Мы увидим цифру, которая далеко уйдет за 12 тысяч человек. Далее заслушали доклад первого вице-премьера правительства, курирующего экономические вопросы, Муратова Рустама Хамитовича о реализации механизмов государственно-частного партнерства в республике. Собственно, Муратов рассказал нам о том, что в республике действует 46 государственно-частных проектов. И внутри этих 46 проектов саккумулировано средств на сумму 47,5 миллиардов рублей. Из них 23 миллиарда, примерно половина, это частные средства. Естественно, крупнейшим объектом государственно-частного партнерства является восточный выезд. И в нем содержатся основные деньги вот этого ГЧП-партнерства 33 миллиарда рублей. Также упоминалась школа в Восточном Затоне, детский центр отдыха ШИФА, это в Сибае, на 3,5 миллиарда рублей, который, собственно, возник буквально вчера, то есть вот неделю назад прошла новость о том, что собираются, планируют уже начинать запускать этот проект. Также Муратов сообщил о том, что в разработке на данный момент находится еще некоторое количество государственно-частных проектов партнерства. Пять из них в области образования, три в области обращения твердокоммунальных отходов, один в области медицины, восемь в области жилищно-коммунального хозяйства, четыре в области развития спорта. Собственно, механизмы государственно-частного партнерства заключены в том, что частный капитал объединяется с государственным, формирует какой-то объект, какой-то проект, и после этого государство медленно и очень дорого выкупает у частника его долю, либо частник и государство эксплуатируют с прибылью этот объект в дальнейшем. Там есть несколько разных форм. Ну вот, например, восточный выезд – это некая концессия, когда частный капитал строит объект, впоследствии эксплуатируя его на платной основе и извлекая из этого некую прибыль. Государство еще и приплачивает, то есть возвращает какие-то затраты частнику. Через какое-то время объект переходит, собственно, с государства. Не всегда понятная, довольно путанная схема, но ее главная функция заключена в том, что если у государства не хватает денег на какие-то масштабные проекты, то оно привлекает частный капитал на выгодной для него основе. Ну, как бы, в принципе, это работающая схема, которая интересна для развития инфраструктурных объектов, каких-то еще вещей, но тут надо быть очень осторожным с теми условиями, на которых эта концессия выписывается, иногда эта концессия превращается в грабеж. Потому что, например, по восточному выезду, насколько мне известно, несколько раз пересматривались условия концессии, потому что изначально они выглядели откровенно грабительскими, и там просто какие-то совершенно немыслимые суммы на какие-то немыслимые сроки закладывались, я имею в виду компенсация, и очень это все было похоже на грабеж государственного бюджета. Но сейчас вроде как нормализовалось, точно цифр мы пока не знаем. К своему удивлению, из доклада господина Муратова мы узнаем, что вот этот знаменитый кампус объединенных вузов, который все планирует построить, Хабиров, это тоже будет объект государственно-частного партнерства. Уже до конца декабря текущего года должно быть подписано соглашение о концессии. Правда, пока мы точно не знаем, кто же будет там концессионером. Очень интересно, кто же там этот пирог отхватит. Правда, там все до конца непонятно еще и с финансированием. Но будем надеяться, что государство все-таки исполнит свои обязательства. Выслушав доклад Муратова, Хабиров остался под впечатлением от цифр. Хабиров признал, что сам-то он, Хабиров, вообще не очень понял, как все это работает, но все равно ему очень нравится. Хабиров в последнее время действительно откровенно признает, что он ни черта не понимает в экономике. Правда, время от времени в нее вмешивается. У него очень хорошо получается с благоустройством, с этими одноходовочками по изъятию бюджетных денег, но мы поговорим об этом чуть позже. Говоря о государственно-частном партнерстве, Хабиров отметил, что самое главное, что он просит от экономического блока правительства, это дожать по кампусу. И в первую очередь дожать вот этот IQ-парк, вот эту синюю бочку. В декабре 2023 года все это должно быть выкуплено, отремонтировано и запущено. Очень интересно, за сколько покупается эта синяя бочка. Вот очень-очень интересно, потому что там такая кудрявая интересная история с переходом права собственности вот этого объекта. Там и Стрижнев, там и Сидякин, там кого только нету вокруг этой синей бочки. Так что вот с повышенным вниманием будем наблюдать, каким же образом и кому достается этот объект. В этот раз на израненную подозрениями и обидами сограждан душу Радия Фаритовича пролили такие бальзам. Я говорю о докладе Ирины Александровны Головановой о благоустройстве общественных территорий. Ну, вообще вот эта тема, мы уже много раз об этом говорили, это любимая тема Радия Фаритовича благоустройства общественных территорий. Когда его тренировали в Подмосковье, я имею в виду, обучали искусству управления территориями, на примере вот этого маленького городишки Красногорска, после управления которым там многие добрым словом вспоминают Хабирова и его команду. Так вот, именно в Подмосковье, именно губернатор Подмосковья Воробьев открыл Радию Фаритовичу сакральную тайну того, как, значит, нужно управлять территорией, нужно ее благоустраивать. Вот в этом, собственно, вся собака и порылась. Благоустройство территории, центральная часть вообще интересов команды Хабирова, самого Хабирова, на мой взгляд, это глубоко коррумпированный процесс, в котором крутятся огромные деньги и где они похищаются в огромном количестве. И тут, как говорится, наверное, следствие покажет, кто и сколько украл, но история с Кашкаданской лиственницей, по-моему, поставила точку уже окончательно в этом вопросе. Но, тем не менее, все это продолжает нравиться Хабирову. Он уверен, что именно благоустройство территории вызывает симпатию у населения к нему лично. И вот Ирина Александровна рассказала о в итогах 2022 года. Собственно, потратила она на это дело 1 миллиард 300 миллионов рублей, 93% из которых были федеральными деньгами. В благоустройстве были задействованы 122 территории, которые, по словам Головановой, жители сами же и выбрали для благоустройства путем голосования на порталах власти. Это 45 парков и скверов, 17 набережных, 7 площадей, 15 пешеходных зон аллей, 4 фонтана, 17 детских площадок, 34 спортивные площадки, 12 скейт-парков, 5 автогородков и еще 42 иные территории. Всего 122. Полностью завершены 42 объекта, 84 объекта, практически завершены, осталось только малые архитектурные формы и всевозможные там видеонаблюдения, освещения смонтировать. Это со слов Ирины Головановой. Ну ничего, что их 126 в сумме, хотя первоначально упоминалось 122, потому что Ирина Александровна утверждает, что там на сэкономленные деньги она отремонтирует еще 4 какие-то территории, да бог с ним. Важно то, что Голованова заявляет, что все по плану территории, которые подвергались благоустройству, в этом году полностью благоустроены. Тогда, простите, Ирина Александровна, как понимать сообщения из города Кумертау и вот эти вот фотографии, которые мы вам демонстрируем, на которых вы видите, и мы видим, что благоустройство центральной площади этого замечательного города очень далеко от завершения. И, между прочим, это объект именно того благоустройства в рамках национального проекта и тоже на федеральные деньги. Вот тут, Ирина Александровна, либо мы ошибаемся, либо вы, как говорится, соврамше. Ну, собственно, несмотря вот на такие несостыковки, которые на самом деле многочисленны, я уж не говорю там про недоделки и незавершенки, которые Ирина Александровна и прочие чиновники стараются не принимать во внимание, тем не менее у них планов громадьё. Несмотря на то, что в 2023 году сумма немножко будет поменьше, всего лишь на 100 миллионов, миллиард 200 миллионов планируете стратить на будущий год Ирина Александровна, она собирается отремонтировать всё те же 122 площадки под благоустройство. Ну, как говорится, тут бог в помощь и пила в руки. Докладом Головановой не ограничились, и чтобы закрепить успех и, как говорится, понижиться в лучах любимой темы, Раджи Фаридович отдельно попросил выступить мэра Уфы Ратмира Мавлиева, у которого в Уфе много всевозможных объектов было благоустроено. В частности, Мавлиев сообщил, что их было всего 12 и перечислил их. Кашкадан с его знаменитой лиственницей из предгория Арарата, Советская площадь, которую мы теперь будем мыть и убирать за 36 тысяч рублей в день, Бульвар Славы, несомненная гордость Мавлиева, вот эта страшная пегая плитка и асфальт волнами, горбами и как апогеи вот эта чудовищная шизофреническая раскраска фасада кинотеатра «Салют» это вот то, что вот восхищает Мавлиева, где он благоустроил территорию. Честно говоря, там людям с какой-нибудь нестабильной психикой находиться на этой территории вообще не рекомендуется, потому что цветовые гаммы и цветовые решения могут спровоцировать какой-нибудь эпилептический припадок. Далее в списке у Мавлиева числилось озеро Теплое по улице Мушникова, которое практически готово, парк Центральный в Деме, где не очень горят фонари, парк нефтехимиков, правда он совсем не готов, там 70% парк «Волна», аллея «Медицинская доблесть» около Центральной клинической больницы на улице Достоевского, сквер Гвардейский, сквер Мурзина, Уфимское ожерелье, ну там из 70 километров только 8, но уже начали. Ну и естественно, Стелла, Уфа-город трудовой доблести, на которой так и не смогли смонтировать крышку сверху на этой Стелле, и теперь она благополучно наполняется изнутри водой. Кстати говоря, там есть электротехническое оборудование, она вроде как с подсветкой, отсутствие верхней крышки у этой Стеллы, конечно, грозит тем, что вся эта электроначинка перегорит у нее в ближайшее время. Но это не смущает наших героических городоначальников и руководителей республики, ведь главное поставить галочку, перерезать ленточку и заявить, что вот эта железная Стелла стала теперь туристическим объектом. Выслушав Мавлиева, Хабиров заверил нас в том, что он не перестанет радовать горожан и в 23-м году, и в 24-м году. В общем, планы, как он сказал, у него есть. Он же нам пригрозил, что он не останавливается на памятнике Шеймуратову. Радий Фаритович человек слово сказал, будет строить по памятнику в месяц. Между прочим, всем Хабиров велел Мавлиеву почистить город к 2024 году. Завершили оперативное совещание докладом милейшего Рустама Ахмедкаримовича Авзалова о развитии молодежного социального предпринимательства в Республике Башкортостан. Честно говоря, после миллиардов Мавлиева и Головановой Авзалов, конечно, выглядел бледно. Несмотря на то, что Республика Башкортостан занимает первое место в Российской Федерации по грантам для молодежного социального предпринимательства, цифры там фигурируют просто на порядок меньше. 131 миллион рублей в год. Всего-то выделили на гранты. На будущий год будет чуть больше, 162 миллиона рублей. Это, конечно, копейки. Это вам не на благоустройстве капусту рубить. Конечно, Авзалов попал в какое-то совсем бедное ведомство, и туризма теперь у нас, видимо, не будет, так как Министерство туризма упразднено в федеральном масштабе. Авзалов радовал Ради Фаридовича тем, что по количеству социальных предпринимателей Республика Башкортостан занимает второе место после Московской области. По России 393 социальных предпринимателей он насчитал у себя в Республике. Средний грант, который он выдал им, составил 487 тысяч рублей. Сферы, в которых предпринимают социальные предприниматели, это услуги в сфере образования для детей 32%, 27% это производство и реализация товаров для незащищенных категорий населения, 9% это физкультурно-здоровительная деятельность, ну и прочее это 32%. Из примечательного Авзалов сообщил нам, что 16% предпринимателей в Республике Башкортостан моложе 25 лет. Действительно впечатляющая цифра, то есть у нас по утверждению Авзалова очень много молодых предпринимателей, которым он оказывает помощь. 133 молодым предпринимателям он выдал гранты на общую сумму 90 миллионов рублей. Честно сказать, вся вот эта возня с молодыми и социальными предпринимателями выглядела весьма жалко на фоне вот этих миллиардов, которые, как говорится, освоили Мавлиев и Голованова. Вот главная задача, центральная, это всякие вот эти IQ-парки, вот эти синие домики, там цифры просто девятизначные. И тут какая-то, честно говоря, какая-то деятельность, вот эта вот забота о социальных предпринимателях и копеечки какие-то медные выкатили из бюджета по сравнению с этими вот громадными, грандиозными благоустройствами, по сравнению с этими вот чудовищными армянскими лиственницами, которыми застелено у нас практически все в парке Кашкадан. Очень будет любопытно следующей весной глянуть вот на эти настилы, которые построены по заявлению Хабирова и его подрядчиков именно из лиственницы, которая, как известно, не гниет. Вот посмотрим, насколько не сгниют эти досточки, как они будут там держаться. Ну, а молодым и социальным предпринимателям вместе с Рустемом Ахмедкаримовичем мы желаем успехов и достижений. Завершилось оперативное совещание каким-то нелепым образом, ну, как технически, так и по содержанию. Сначала Хабиров зачем-то вспомнил опять о своей прямой линии и потребовал, чтобы все обращения по прямой линии были отработаны, особенно те, где нужно было лампочки включить. Он почему-то уверен, что обращения граждан они такие нелепые и ничтожные, что граждане им уже больше и хотеть-то нечего. Они звонят ему, дозваниваются, добиваются контакта с главой только для того, чтобы попросить вкрутить лампочку на какой-нибудь улице какого-нибудь захолостного городишки. И тут, конечно же, как говорится монаршим повелением эта лампочка будет вкручена. Вот примерно так Радий Фаридович с подачи Прочаковской воспринимает общение с людьми, восприятие их проблем и решение их проблем. Он не понимает, что все это значительно глубже, скорее всего, не понимает. И даже я надеюсь на то, что он не понимает, потому что в противном случае он окажется циничным негодяем, который понимает, но ничего не делает. Ну, в общем, вот про лампочки. Он что-то Забелина стал дергать, Забелин как-то нелепо так и недоуменно на него глянул, сказал, ну да, Радий Фаридович, мы тут уже все лампочки уже вкрутили давным-давно, по две штуки и в два ряда. В общем, вот как-то так. А потом опять Хабиров вдруг и внезапно заговорил про Новый год. Он потребовал кратно увеличить количество новогодних мероприятий для детей и сконцентрировать свое внимание и заботу только на детях мобилизованных. Но при этом любую подсветку, иллюминацию и прочее проявление новогоднего празднования, Радий Фаридович сразу же объявил роскошью, которую, как он сказал, мы позволяли себе только в тучные годы. Но все остальное, всевозможное, то, что мы могли там какие-то в тучные годы делать, пожалуйста, мы не делаем. Тут Хабиров нам открыл секрет, что оказывается мы вступили в полосу кризиса, тучные годы завершены, лампочки горящие это элемент роскоши, и мы себе это позволять не будем. Злые языки уже начали поговаривать, что Хабиров предполагает, что сказочный дед у нас должен быть один в стране, и не пора бы уже в Башкирии вообще запретить Деда Мороза, его появление, явление, олицетворение, и, как говорится, его изображение. Но пока до этого не дошло, но у нас и Новый год еще не завтра, так что я думаю, что Раджи Фаридович нас порадует многими нововведениями, и вот тут оперативка резко оборвалась. Я уже говорил о всевозможных там, значит, оперативах и так далее, и так далее. Здесь, например, даже не сомневаясь, мы его услышали, и все нормально здесь будет. При этом Хабиров еще некоторое время шевелил губами, но звук уже в микрофон не шел. Вообще, конечно, с технической стороны в ЦУРИ надо что-то делать, там у них все плохо, то ли мыши провода грызут, то ли просто люди на кнопки не умеют нажимать, какие-то стуки, побрякивания, отключения микрофонов, ну, это все превратилось в совершенно регулярное явление, и Елене Анатольевне нужно заняться делом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...